у нас такая палящая жара товарищи смотрите я вот два раза в день выхожу поливаю причем очень обильно вот я утром поливала в 7 утра сейчас 12 уже сухая абсолютно земля я этот свой куст вот я из кусаров привозила мама забирала вот такие вот подпорки с четырех сторон я вот их вот так вот сделала и провела леску пробку и обвязала подняла а то он же прям распластался вот так сушки посмотрите вот прям чахнет вот чахнет я обильно очень поливаю а цветы прям от жары еле дышат все смороженник у меня отцвел сколько плодов сумел дать дал вот теперь скажите пожалуйста мне надо ждать осень это чтобы его обрезать но не сейчас точно да несмотря на то что уже плодов нету а я последний раз собирала и в чай намяла тут я не хочу это оставлять но это тоже же дары природы правильно надо использовать по полной все больше нет все вытянули в этом году из него все что можно было вытянуть это там это мои сосны так и дружат с моими растениями вечерком опять пройдусь метлой для это как баба яга хожу с метлой постоянно двору в общем это чахнут они чувствуется прям не хватает им влаги ну ладно что делать у нас очень жарко у нас в принципе в боку для лета это совершенно нормально зато вот этот вот вкус прет и прет прет и прет так радует и гордыня у меня так прям вот здоровски начало прям вот оживать от души который я и два раза в день устраиваю ну а декабристу все-таки жарко тоже несмотря на то что я устраиваю душ тоже два раза в день все-таки жарко жарко у нас товарищи очень и табаку город ветров понимаете все колышется вот так вот и живем как-то так и живем здесь я настаиваю банановые корочки буду потом проливать свои растения так это мы сейчас помоем хотя чё помоем слушайте у нас еще и воду отключили нету нету у нас же здесь эта стройка идет которая рядом ну периодически теперь отключают воду наверно что то делают с трубами скорее всего поэтому отключают воду отправила в кастрюлю с водой два куриных бедрышка жду образование пенки буду собирать пенку собрала вода закипела картофелины хорошо намыла кожуру не снимала делю пополам вдоль не поперек хотя на самом деле это не принципиально отправляем картошку в бульон добавлю соль приправы и еще несколько листиков лавровых листиков накрываю крышкой минут 10-15 поварю а еще для аромата я решила добавить шафран для аромата для цвета опять поднимается ветер печалька для она маски нам понадобится соль еще чуть-чуть хватит перебарщивать не будем перец черный молотый тоже не будем перебарщивать нам еще это нужно съесть копченую паприку а здесь как любите маслице хорошо перемешаем я конечно сюда добавила бы с удовольствием еще и чеснок либо сушеный молотый гранулированный либо что еще лучше свежий свежевыдавленный но мне нужно будет еще работать поэтому как бы без чеснока а так аромат уже обалденный исходит 15 минут прошли и этого более чем достаточно отключаем берем форму подходящую застилаем форму пергаментом ну так потом легче форма будет мыть и в принципе и мыть нечего на дно наливаем немного масла достаем из кастрюли наше добро доведенное до почти готовности ножиком на картошке сделаю надрезы в виде пахлавы квадратиками как угодно и курочку немного проколю берем нашу подготовленную смесь и хорошенько промазываем и бедрышки и картошку так чтобы смесь проходила внутрь надрезов а теперь всю эту красоту мы отправляем в духовку которую я предварительно разогрела до 200 градусов можно 190 200 все мы пошли в духовку ай какая у меня красота получилась кама смотри на зря ты отказываешься от обеда что значит вовремя предупредила я тебя спросила нет точнее я тебе предложила со мной пообедать ай да ты посмотри какие вот эти вот надрезы пропитанные маслом пряностями ой я предвкушаю уже тот момент когда я буду все это поглощать видишь как я красиво картошечку надрезала видишь какая я молодец завернешь я сама все поем с собой завернешь надо было остаться как мне нравится вот это все тут охлажка такая да мне кстати приятного аппетита именно мне потому что ты все равно отказалась кушать и всем кто за столом тоже приятного аппетита она все еще шкварчит смотри булькает это было повторное включение просто гранаты начинают ну что значит начинают гранаты уже прям гранаты аж даже краснеет да кому гранаты видела такие клёвые вот еще маленький уже такой красный а может падать будет все дерево в таких красных у меня осталась одна пачка моего любимого кофе вот этого вот шоколадного турецкого я смотрела в маркетах нигде нету у нас нигде нет такого кофе а что надо делать теперь а как быть как бы надо бечь на турецчину за этим кофе ой ну какое же оно ароматное я просто вам передать не могу это кофе очень ароматное до последней крошки до последнего порошочка я тебя обожаю кофе это мое настроение хорошее настроение кофе это мои добрые мысли я кофе тебя обожаю особенно такой спокойно а еще у нас в брау в последнее время появился вот такой вот маленький формат сливок там и десятипроцентные и двадцатипроцентные вот это очень удобно а то вот такую вот лоханку покупаешь а я ее использую в основном только для кофе редко когда я с пастой или пасту тушу в сливках или корочку тушу в сливках это очень редко а так вот у меня идет в кофе понимаете она все-таки залеживается в открытом состоянии это мне не очень нравится а вот этот вот формат очень хорошо что они придумали да конечно по сравнению с этим это менее экономично ну здесь испортится быстрее я просто фанат своей пенки я вообще фанат кофе а именно своего приготовления потому что самый вкусный кофе это кофе который ты приготовил сам потому что ты вложил сюда душу вот я пошла релаксировать пошли вместе когда аида забрала у меня всех кукол которые только возможно было забрать я сделала ей вот такую куклу и еще дидя приготовила ей ням-ням а еще дидя покажи свои носочки когда мы остались без носочков мы одели лапти мы удачно зашли там телевидение приехало это мы в браузе что-то они там устанавливают камеры интересно что они там будут снимать и что они будут снимать как собирают доставку не я понимаю а в смысле это что-то такое новое что ли это такое все обыденное рядовое что они будут это все снимать все как-то слишком просто уберется потом дидя привет скажи привет скажи ладно она не хочет свет привет скажи вот так поняла ты поняла как надо дидя хорошо что хоть поняла а теперь дидя скажи привет вот а давай так без сока во рту скажи привет а в камеру привет а что она там снимает этот с метлой ходит этот интересный персонаж один идет играть с микрофоном сама вы куда хочу снятся А, Дидя, Света, а вы куда? Деловые они пошли. Чего они пошли, непонятно, конечно. Но они зачем-то пошли. Света, а ты куда ее ведешь? О, здесь тоже что ли ставят? Короче, тут конкретно что-то снимать будут. Туда, наверное, нельзя ходить. Освобождают что-то они здесь. В общем, съемки тут будут проходить. Телевидение, они то фильмы-то что. Можешь объяснить, куда ты ее ведешь? Ну, нет, я вас умоляю. Давай покажем, какие тебе подарили заколочки. Ой, ай-яй-яй, красавица. Друзья, хочу вам пожаловаться. Ну, кому как не вам. Я в Браво купила вот эти вот консервы. Написано, сардины в масле. Посмотрите, вот это еще как-то похоже на сардины. Скажите мне, пожалуйста, а что вот это сардины? Я сейчас попробовала на вкус. Это самые обычные шпроты. Ну, килька. Слушайте, я чего-то не знаю, поясните мне, пожалуйста. Сардины, это то же, что и килька. Это самые обычные шпроты. Причем, посмотрите, они все в каком состоянии. Я вывалила вот так вот их из банки. И это просто месиво. Ну, это очень неприятно, товарищи. Что ж такое, а? Нет, вы поняли, этот засранец куда поднялся. Смотрите, вот, смотрите, вот. Вот у меня здесь это, мишки, мишки с мусором. Я хотела взять этот мешок, чтобы мусор туда собрал. А он сидит на меня. Вылупился. А вот как мне быть? Мне этот мешок нужно взять теперь. Я мусора насобирала сколько. Слушай, друг, давай чеши отсюда, по-хорошему. Пожалуйста. Пожалуйста, чеши отсюда. Мне мусор собрать надо. Чего ты не понимаешь? Я, главное дело, так еще хотела схватиться за мешок. Я так испугалась. Он сидит на меня, смотрит. Вот давай, твои прилетели, давай. Орет уже вот твоя родня. Давай к ним быстро, чеши быстро. Зовут они тебя, давай. Еду, наверное, принесли. Давай, давай, быстро. Вот, опа, опа. Он все-таки пытается, видите как? Он пытается взлететь. Ой. Ай, это не ты будешь, если ты меня отметина не оставишь. Нет, слушайте, это что, прикол, что ли? Я не понимаю, ты как оттуда? Сюда? Или ты уже другой? Товарищи, я вас уже боюсь. Слушай, я вас уже боюсь. Что ты тут делаешь? А значит, это ты мне тут стул закакиваешь. Теперь я поняла. И что ты здесь потерял? Тебе, слушай, летать надо, ты понимаешь? Летать. У меня кошки, зараза. Оттуда. Отсюда. Летать тебе надо, понимаешь как? Что ты вылупился? Ты он или не он? Или ты второй уже? Слушай, я с вами запуталась, реально. Я пошла поливать, а ты как хочешь. Ну, поняли. Я это тут поливаю, да? А он сидит на мной наблюдать. Слушай, я тебе говорю, там твои родители психуют. Они тебя зовут. Иди, пожалуйста, к ним. Ты не слышишь? Не слышишь, нет? Давай, чуши. Спасибо, зараза. Спасибо. За все какашки. Давай, выбирай. Ой, он полетел. Ой, ребят, он полетел. Он полетел, ребята. Ой, елки зеленые, он полетел. Ура. Ура. Убрала, полила. Класс. Вот, слушайте, прям вот счастью нет конца. Как я рада, что он полетел. Вы знаете, он тут так сидел, смотрел, долго так на меня. Такое ощущение, как будто он мне спасибо говорил. Вот правда. Мне показалось, что он мне говорит спасибо. Не знаю. И он так крылышками взмахнул и полетел туда. Ой, как я рада. Отправила его в дальнее плавание. Пути.